всем привет с вами наталья на своем канале сад и огород круглый год и сегодня у меня такая вот деликатная работа это пикировка виолы или анюткины глазки ну обыкновенную виолы я высеваю всегда в августе месяце хотя в прошлом году этого не сделала в общем то знаете каждый год это уже меняют цветы чтобы у меня цветники были разные поэтому приблизительно через год повторяю хотя на сеются они и сами так вот в августе месяце я высеваю виолу прямо в грунт и потом уже рассада будет на весну я ее рассаживаю куда надо очень удобно но вот эту вот виолу анюткины глазки видите балконные свисающие ампельные я уже в третий год сею вы знаете очень мне нравится вот такая вот виолка цветочки мелкие но очень обильно растут эти цветы и вот так вот образуют в кашпо красивое свисающее ну конечно вот здесь вот на картинке это не один кустик три-четыре куста как минимум нужно надо посадить что получилось вот такая вот красота и так я посеяла свою виолу давайте посмотрим на ее рассаду чем интересна виола да вот когда она сходит без проблем взошла хорошо видите вот много у меня ночью сколько я посеял наверно не буду утверждать стопроцентно но 90 точно взошли но вот смотрите когда бы я и не села она всегда у меня вот на вот такой вот ножки и вроде бы здоровенькая и крепенькая но вот первые как только всходит она вот на вот такой вот ножки вот хочу вам показать еще вот если видно да вот она вот такой но ножички ну и то что мне конечно густо самое время а вот здесь вот по три по четыре настоящих листочка самое время ее распикировать но во первых емкость я полила вода водой и и но мне постояла чтобы впиталась ну вообще надо помнить когда вы пикируете нужно всегда полить водичкой и не только вот полил и сразу достаешь сеянцы а они должны как бы впитаться ну и взять кому взять комочком видите взяться комочком вот у меня вот такой вот комочек хотя виола относится к тем растениям ну в общем что такое пикировка пикировка так вот сейчас вот одной рукой это от слова пике то есть отрезается кончик делать сейчас показываю что у меня кончики я обрезала для чего я это делаю для того чтобы хорошо нарастала корневая масса хорошо пустился так вот я большую рыночку помещаю свою виолку так и уже высаживаю чтобы вот по корневую шейку видите вот так вот прикрывает ну куст корень вернее у виолы не крупный он рыночку не надо брать глубокую он пойдет в сторону но и будет нарастать вот здесь вот верхняя часть масса ну что ж вот так вот я проделаю с каждой виолкой видите вот видите какой корешок вот его нужно немножечко обрезать то же самое можно проделывать и с томатами и с баклажанами вот таким вот образом я тоже высаживает то есть не бояться вот такого вот обрезание вот эти вот растишки ну да не в случае у меня виола ампельная вы знаете но всем советую кто увидит если вы увидите ампельную виолу обязательно купите потому что красота еще то но сейчас я полью конечно и не в жаркое место то есть даже ну как можно сказать в комнате притяненное для того чтобы принялась хорошо в общем сейчас доделаю всю остальную работу все вилки пересажу ну вот я свою филку и вилку уже и распикировала ну посмотрим на этот горшочек вы скажете ну почему что густо да действительно густо но у меня сейчас нет возможности рассадить виолу в каждую рыночку отдельно или дать ей побольше места потому что окошки уже все заняты и в общем то место золотое на окне много чего хочется но делом том что я хочу подчеркнуть что виола очень легко переносит пикировку пересадку она даже любит и после этого она лучше пойдет в рост я вот сейчас пересадила я вам показывала что возвышалась на ножке мои растишки виолы и главная цель была моя сейчас заглубить то есть больше поместить землю но побудет у меня наверное недельки три не больше в этом горшочке только пойдет в рост и я уже буду рассаживать ее в те кашпо в которых она и будет расти ну а пока водка в общем то так ну что ж виола очень хорошо переносит как я сказала пикировку пересадку можно это делать даже не один раз ей это не навредит ну и как обыкновенная виола как и так и ампельную который я вам сейчас и показываю ну что ж с вами была наталья всего и наилучшего садите как можно больше цветов и украшайте свой дом свой сад свою жизнь всем пока ставим лайк а с вами была наталья